Член Русского географического и московского археологического общества. Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии. Обладатель многочисленных наград и медалей. Евдоким Романов был выдающимся подвижником белорусской культуры. Он также дал толчок развитию таких научных специальностей, как фольклористика, регионоведение и языкознание. Одним из главных его трудов стал белорусский сборник, в котором можно найти белорусские песни, пословицы, загадки, сказки, бытовые описания и диалекты. Экспозиция во дворце организована как маршрут по населенным пунктам, которые посетил исследователь. Артефакты, собранные сотрудниками музея во время экспедиции по этим местам, отражают быт белорусов. А фольклорные тексты знакомят с белорусской речью, обрядами и верованиями конца XIX – начала XX веков. А в картинной галерее Гаврила Ващенко открылась выставка «Дом великана». Здесь каждый посетитель может увидеть всем знакомое предметы, увеличенные в несколько раз. Экспозиция особенно будет интересна мальчикам и девочкам, каждый из которых мечтает почувствовать себя Гулливером в стране великанов или Алисой в стране чудес. В зале можно посидеть на диване размером с грузовик, увидеть тюбик зубной пасты размером с кровать, а в банку сгущенного молока можно легко забраться целиком. Это настоящий аттракцион для детей, ведь все экспонаты можно трогать, брать в руки и обязательно фотографировать. Интерактивная выставка приехала в Гомеле из Санкт-Петербурга и посетить ее можно будет до января. Музей истории города Гомеля состоялась в презентации о книге Инессы Плескачевской «Без железного занавеса». В сборник вошли статьи, напечатанные в газете СБ «Беларусь сегодня» с 2014 по 2019 год. Время работы над проектом автор посетила семь стран бывшего СССР и взяла 70 интервью. Это были разговоры не только с медийными личностями, но и с простыми людьми. Журналистка общалась с политиками, звездами, миллионерами, учителями, пенсионерами и предпринимателями, чтобы узнать, что изменилось в их жизни за последние 30 лет и как сказались на стране события 1989 года. Это книга о кардинальных изменениях в Восточной Европе, о надеждах, радостях, победах и разочарованиях революции. В выставочном зале областного центра народного творчества открылась выставка учениц Гомельского художественного колледжа Анастасии Комаровой, Юлии Враблевской и Юлии Мираевской. Юные художницы очень разноплановые, со своим мировоззрением и мироощущением. Экспозиция «Окна» стала для девушек первой в их жизни выставкой. Картины наполнены богатством красок, техник, смыслов и эмоциональных переживаний авторов. Культурное обозрение для вас готовили Анна Корольчук и Валерий Габанько. И помните, любая культура начинается прежде всего с самого человека.